Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как можно играть в Gears of War по сети, по локальной сети вместе со своими друзьями, либо реальной, либо виртуальной локальной сети по типу приложений, допустим, Redmin VPN или Logmin Hamachi. Прежде чем продолжить, хотелось бы сказать, конечно, часто, наверное, вы задаете, и как правило, задаете вопрос, где взять саму игру. У нас с вами есть три варианта. Первый это купить игру в Steam. По этому поводу хотелось бы кое-что сказать. Сейчас из-за санкций невозможно нажать кнопку установить на российском регионе, кнопку Steam, игры Gears of War, и по этой причине, возможно, вам может потребоваться сменить регион. Второй вариант это купить игру по ссылкам, если они под видео на SteamBall на плате маркете, более дешевый вариант, но там есть тоже определенный подноготный момент, что, скорее всего, все равно придется менять регион, потому что кнопку установить будет недоступна. Но любой, кроме российского, третий вариант, который рассматриваете вы, скорее всего, это найти где-то игру самостоятельно. Игру нужно искать самому, вам и вашим друзьям, и, к сожалению, ребят, по этому поводу, других их советов и ссылок ни в коем случае не будет, потому что это нарушение правил YouTube. Николь не лицензионный контент мы с вами не распространяем. Также дополнительно по поводу вопросов, а как играть во второй, в третьей и четвертой части, к сожалению, по локалке там, по-моему, поиграть нельзя, поэтому по поводу них мы ничего рассказать вам не сумеем. Поэтому вопрос идет только в адрес самой первой части. Значит, что нам с вами потребуется? Вот вы и ваш друг взяли игру из одинакового источника, скачали, установили. Значит, Gears of War, самая первая часть. Второе, нам с вами потребуется или приложение Redmin VPN, или Logmin Hamachi, или любые другие их аналоги, просто самые популярные приложения. В моем случае использовался Redmin VPN, было все проверено, все работает. Значит, что нам с вами также необходимо? Нам с вами понадобится кому-то из вас нажать кнопку «Сеть», «Создать сеть», выводите имя сети, пароль, подтверждаете пароль. Кому-то из ваших друзей понадобится нажать «Сеть», присоединиться к сети и ввести имя сети и пароль. Вы оказываетесь в одной локальной сети. В моем случае, например, это Yurank. Те люди, которые отсоединены, у них написано не в сети, кто есть в моей сети. Они указаны как имя пользователя, декстоп, десктоп и так далее. Вы можете его поменять, если желаете, вот здесь. Это никак не будет влиять на имя в самой игре, поэтому делать это ради смены ника в игре бесполезно. Вы друг на друге видите вот такие полосочки. Чем их больше, тем лучше. Максимум 4. Соединение у нас с вами 23 миллисекунды. Чем это значение меньше, тем лучше. То есть, тем меньше у нас с вами задержка сигнала в данный момент. TCP OUT, TCP NAT и так далее. Может описано, эти надписи особо разницы не имеют. Все друг на дружке, вы нажимаете правую кнопку мыши, нажимаете команду PING. Мы с вами проверяем, убеждаемся, что соединение работает нормально. Здесь мы видим надпись обмен пакетами с IP адрес нашего с вами друга, ответ от числа, байт, время, TTL и так далее. То есть, надписи появляются друг за дружкой, означает, что соединение работает исправно. Если же вариант у вас появляется надпись превышен интервал ожидания запроса, кажется, он так называется, значит, что у вас что-то не соединяется. Причина в этом либо блокирует ваш провайдер данное приложение, либо второй вариант, у вас неправильно настроен роутер, блокирует какие-то определенные порты. Либо третий вариант, ваш Брандмауэр также выполняет какую-то блокировку. Для этого вам самостоятельно уже придется как-то эту проблему исправлять. Либо вариант, используйте аналог, например, LogMeInKamachi. Там нужно зарегистрироваться на сайте и максимум одной сети могут находиться в бесплатном аккаунте до пяти человек. Приложение выглядит ровным счетом точно так же. Значит, мы с вами выяснили и прежде чем продолжать дальше, слушайте сейчас, пожалуйста, меня внимательно. Это очень важный момент, потому что мы к нему потом, чтобы не возвращались, чтобы мне не приходилось сворачивать игру, иначе у меня ролик предыдущий просто пропал. Значит, вы выясняете прежде, чем будете заходить в игру, кто из вас будет создавать сервер. Ну, скажем так, создавать игру. Например, буду создавать игру я. У меня мой IP-шник указан вот здесь. Моему другу или друзьям необходимо этот IP-адрес записать или переписать куда-то либо, чтобы им было просто удобнее или проще. Я сейчас его просто, этот Redmi VPN вынесу на второй монитор. У меня указан мой IP-шник, я говорю, я буду создавать игру. Своим друзьям говорю, перепишите мой IP-шник. Они мой IP-адрес будут видеть вот здесь справа. 262389240. Мои друзья переписывают мой IP-адрес на всякий случай. Об этом вы узнаете чуть позже зачем. Я перенесу пока Redmi VPN на второй монитор, а мы с вами можем сейчас смело запускать нашу игру. Конечно же, частый вопрос, который могут задавать люди, это где и как можно поменять свой никнейм. Если вы используете не лицензионную версию игры, не из стима, то у вас, скорее всего, будет отображаться Player 1. Проблема заключается в самом Games for Windows Live. И в данном случае, чтобы сменить профиль или ник, вам потребуется, возможно, как-то влезать в этот Games for Windows Live, который у меня не открывается. Это очень проблематично, ребят. Я рассматривал вариант только игры в кооперативе преимущественно. Поэтому мы не меняли ники, а ставили такими, какие они есть, потому что заморачиваться с этим было крайне сложно. Так что по поводу смены ника, скорее всего, я, к сожалению, вам ничего не подскажу. Значит, что у нас с вами имеется? Самая первая, это игра запустила разрешение 800 на 600 в разделе настройка, видео настройки. Рекомендую поменять параметры на желаемые. Да, есть даже ультра широкоформатный мойник, как у меня 21 на 9. Удивительно, казалось. Следующий момент, у нас есть два варианта. Первый вариант, вы можете играть в кооперативе, но только, только с одним другом. То есть максимум вдвоем вы можете играть в кооператив. Либо вариант, это сетевая игра, PvP, разные режимы, друг против дружки и так далее. Разные варианты игр. Об этом мы, наверное, тоже с вами чуть позже рассмотрим. Значит, первое, это компания, кооператив. Кого интересует, наверное, больше всего. Мы с вами выбираем компания, попадаем вот в такой раздел. Теперь вы решаете своим другом, кто будет создавать игру, кто будет подключаться. Я рекомендую создавать игру тому человеку, у которого интернет более стабильный. Ваш друг, тот, который будет создавать игру, например, я нажимаю создать совместную игру. Говорю другу своему, подожди пока что, никуда не заходи. Я выбираю здесь также локальная сеть. Либо local network, она по-моему может называться. Затем я выбираю либо новая компания или продолжить, если игра не с самого начала. Либо загрузить предыдущую главу, если хочу продолжить какую-то определенную главу в случае прохождения главы. Нажимаю новая компания, здесь есть варианты сложности. Легкий, нормальный, нереальный. Нереальный недоступен, скорее всего, до полного прохождения игры хотя бы раз. Выберем, например, нормальная сложность. Нажимаю принять, у вас, скорее всего, если вы не начинали игру, ничего не появится. У меня так как это был чекпоинт, то я нажимаю да, подтвердить, принять, чтобы сбросить предыдущее прохождение. А жидаем, у нас появляется первая коссцена, ее можно пропустить, можно смотреть. Не важно, на пробел я ее пропускаю. Вот вместо вот этого челика у нас с вами вместо бота подключится с вами наш друг. Что теперь мне нужно делать? Просто ждать, своему другу сказать надо, подключайся. Что же делает ваш друг? Ваш друг находится сейчас в главном меню игры, находится в разделе компания и нажимает присоединиться к совместной игре. Затем нажимает локальная сеть и вот здесь у нас с вами появляется надпись обновления. У вас есть два варианта. Либо первый вариант, у вас появляется здесь какая-то надпись и вы можете через нее подключиться. Соответственно, выброс своего друга, либо второй вариант. Матчи не найдено. Если у вас надпись матчи не найдена, помните, я говорил по поводу IP-адреса в вашем роднине Випене или влог Минхамачи. Так вот, теперь нам нужен IP-адрес нашего друга, который создавал игру. Мы с вами нажимаем на кнопочку Y, или так называемую тильду, которая находится под клавишей Escape, и открываем консоль. Как понять, что консоль открыта, вот такая у нас с вами появляется зеленая полосочка внизу. Мы вводим с вами команду Open. Что, начать открыть? Open, к сожалению, ее не видно сейчас. Пробел. Если в ней ничего не вводится, то поменяйте раскладку при помощи Shift-Alt. Open. И в моем случае, как у меня там был-то IP-шник, я не помню, короче. Ну, пускай будет 26.9.125. Точка, ну, пусть будет. Я сейчас на вскидку говорю примерно. Выводите IP-шник своего друга. Обязательно. Иначе у вас ничего ненормального не законнектируется. Нажимайте клавишу Enter. В данном случае у меня сейчас ничего не произошло. То есть, как мы с вами видим, подключения никакого не случилось, потому что, собственно, я вышел сам сейчас из игры. То есть, и подключаться сейчас в данном случае некому. Ваш друг должен будет к вам подключиться в этот момент. Либо вариант, да, то есть первый вариант подключится. Второй вариант это вот соединение с сервером потеряно. У вас может появиться вот такая надпись. В данном случае, значит, что явно какие-то проблемы у вас с соединением между вашими компьютерами, даже посредством виртуальной локальной сети, пробуйте использовать аналоговое приложение. Либо вариант поменять местами. Пусть теперь ваш друг попробует создать игру, соответственно, вы по такому же принципу к нему подключитесь. Значит, другой вариант. Это у нас с вами сетевая игра. В сетевой игре все примерно то же самое. Сетевая игра, значит, первая надпись участвует в бою по локальной сети. Выбирайте LAN. Затем у нас с вами есть кнопка создать матч или присоединиться к матчу. Кто-то из вас создает игру. Это тип игры бой насмерть. Также вариант убийства, как написано, убийства по найму, казнь, захват, царь горы и так далее. Выбранная карта у нас с вами есть, можно их поменять. Количество раундов можно сменить, длительность кровотечения максимум, продолжительность раунда это в минутах. И также у нас с вами огонь по своим friendly fire, так называемый, да или нет. Количество приватных слотов. Здесь у нас с вами и только золотые пальцы не указано. По поводу замены оружия, здесь, наверное, я вам, к сожалению, ребят, что-то более конкретно не подскажу. Также можно установить цикл карт, чтобы карты сами сменялись. У нас с вами можно, значит, на нажатие F2 это смена оружия, гранатометы, загнутый лук, снайперская винтовка и так далее. То, что вы желаете. Ну и, соответственно, например, принять. Нажимаем принять. У нас с вами создается наш сервер. Наш друг по такому же принципу подключается. То есть, либо через раздел поиска серверов, как это было до этого подключения, либо же через команду Open, пробел и, соответственно, наш IP-адрес. После этого у нас с вами будет игра. Матч начаться, когда у вас только один игрок, допустим, только вы, не может. Поэтому этот факт стоит учитывать и, соответственно, тому дождаться, пока подключится ваш друг или друзья. Здесь, на самом деле, при игре по обучению локальной сети, больше людей может играть. В отличие от кооператива. Там только максимум двое могут быть у вас, людей. Так что на этом пока что все, ребятушки. Если хотите сменить настройки, нажимайте настройки сервера вот здесь. И, соответственно, ну, короче, игрока не открывается. Кикнуть игрока только можно и все. Так что ничего здесь не поменяйте. Так что спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидимся, не переключайтесь. Громное количество гайдов. Вот, смотрите, крутост. Можете уйти мне на канале, с вами вашей ранка. Не переключайтесь. И пока-пока. Скоро увидимся, ребятушки.